Амизон. Противирусный лекарский засеб, переверенный часом и наукою. Амизон. Противирусный лекарский засеб, переверенный часом и наукою. Амизон. Противирусный лекарский засеб, переверенный часом и наукою. Те, у кого есть возможность, можете любоваться его изображением через YouTube или через наш сайт. Андрей, давай об обложке, давай о главной теме журнала. Пока не погас экран, те наши слушатели, кто еще и зрители, могли рассмотреть, что там Владимир Зеленский в окружении самых разных фигур, включая нынешнего и бывшего премьер-министра, включая нынешнюю главу генпрокуратуры, включая Михаила Саакашвили. И надпись «Полный бардак». О чем это? Это о кадрах. О кадровом вопросе, который в исполнении Зеленского превратился действительно в хаотические движения, труднопрогнозируемые и труднопонимаемые. Внутренняя логика всех перестановок, которые есть в последнее время, в правительстве в частности, она больше похожа на хаос. Убирают старый кабмин, приходит новый кабмин. В новом кабмине некоторые люди поработали около месяца, уже ушли, на их место пришли новые части позиций, там три исполняющих обязанности до сих пор есть, потому что постоянных кадров позиций не нашли или не нашли одобрения Верховной Рады под эти позиции. То есть, как бы такая, ну вот это такой суета-сует. Скажи мне, пожалуйста, в связи с чем такая суета-сует? Ну, неужели в стране, в которой там 40 или около 40 миллионов человек населения, нет двух, трех, может быть, пяти десятков вменяемых, ответственных, честных чиновников, которых можно было бы вот один раз и там на пять лет усадить на свои места и больше не заниматься вот этими вот, как ты сказал, хаотическими чиновниками. Хаотическими движениями, пересаживанием из одних кресел в другие кресла и так далее. Ну, просто должно совпасть довольно много факторов, то есть круг, 40 миллионов это максимально, если мы берем оттуда женщин, ну не женщин, вернее, пардон, детей. Давайте не будем вот без сексизма, без заечизма обходиться на трех. Я исправился, я исправился. Спасибо. Спасибо. И, если человек, например, приходит, ну, например, из какой-то профессиональной среды, достаточно высокооплачиваемой, и он, например, ну, условно говоря, на год попадает, ну, выпадает в такой низший по зарплате, ну, довольно невысокий, скажем так, свой. Человек должен понимать, зачем он идет, да, на этот дауншифтинг, должен понимать, что вот сейчас он на какое-то время, давай так скажем, ужмется в деньгах для того, чтобы потом, после того, как закончится его такой заход во власть, он бы использовал в хорошем смысле сделанные им наработки за время работы на правительство, за время работы на народ Украины. Ну, то, что мы видим, вот, истории всех, как бы, нововходящих, ну, со времен, скажем так, Порошенко, да, то есть, когда мы говорим о каких-то привлеченных профессионалах, которые до этого не были во власти, и которые так сходили во власть, а потом вернулись из нее, то они на выходе, как бы, ничего нового для себя не приобретают. Я не знаю, почему так получается, вернее, ну, наверное, оно и не может что-то приобретать. То есть, они как входили во власть, они потом возвращаются просто в какую-то прежнюю среду, только измученные этими государственными делами, как бы, и общей, и какой-то своей недореализованностью, наверное, или недореализованностью тех идей, которые они начинали. Поэтому это, это в чистом виде вообще доуэшлифтинг, такой альтруистический должен быть поход во власть, ну, если мы говорим о каких-то честных профессионалах, а не людях, которые хотят там выставить какие-то схемы или использовать что-то дальше, да. То есть, ну, пытаются, в идеале пытаются пригласить профессиональных людей, которые могут выполнять свои обязанности, а, как правило, это люди уже устроившиеся каким-то образом профессионально в, ну, какой-то своей сфере, да, за это их, собственно говоря, приглашают. А, ну, как бы, для них это никакого роста не дает. Другое дело, если бы, например, нас с тобой, Юра, взяли и пригласили бы там где-то поработать налоговую, вот. Ну, я бы не пошел. Мне бы тоже не пошел. Но имеется в виду, для нас бы это не был дауншифтинг, понимаешь, невозможно. Да, это понятно, что те зарплаты, которые платят там, в журналистике, конечно, и не снились никому. Ну, и открывается какое-то окно возможностей совершенно других. То есть, я говорю о том, что, если привлекать профессионалов таких вот со стороны условно-то чикагских мальчиков, то для них в Украине, как бы, вот власть, она, ну, по-моему, ничего прям такого не приносит. Ну, вот каких-то бонусов. Хорошо. То есть, они просто возвращаются потом. Тогда объясни мне, объясни мне, а кто тогда сейчас занимает высшие государственные должности? Мы, подожди, сейчас, мы поняли, что те люди, у которых сложилась, по-хорошему сложилась карьера в бизнесе, в общем-то, с большой неохотой идут на структуры государственные. Мы выяснили, что, в общем-то, выбор у президента не очень велик. Но, тем не менее, ну, сидят же люди, пускай там кто-то сидит с приставками ИО, да, к названию их должности. Но они же есть. Откуда они взялись? 95-го квартала, я вот сейчас без иронии говорю, не хватит же для того, чтобы на все места, на все необходимые важные государственные посты посадить Выходцева оттуда? Все, что Зеленский мог взять более-менее подходящее 95-го квартала и около, ну, и среды из около квартала, как бы, он, по-моему, уже давно сразу взял. И вряд ли он, что теперь найдет, это понятно. Ну, в смысле, это уже будет совсем безумие, если он начнет тянуть оттуда еще кого-то. Вот, да, ну, просто есть, как бы, профессиональные бюрократы, условно говоря, да, есть какие-то профессиональные чиновники. Вот сейчас, кстати, Зеленский начинает уходить от привлечения этих вот новых лиц, абсолютно, и переходить к привлечению как раз вот таких вот старых бюрократов, да, которые, ну, вот, люди, они живут в этой системе, они когда, они вне этой системы, ну... А я тебя, ты знаешь, я тебя попрошу сейчас пример привести, потому что вот из этих старых бюрократов, я помню Таруто, который так и не состоялся. Не-не-не, Таруто, он, наверное, на свою беду, вернее, просто Таруто, он бизнесмен, который решил стать политиком, он не бюрократ, который хочет оставаться бюрократом. Он и бюрократ, и бизнесмен, у него масса лиц, масса воплощений. Я говорю, что вот есть пример сейчас Любченко, да, вот это как бы в таком чистом виде последний пример, который, ну, вот мы можем, ну, вот, это прямо даже по теме, он у нас, собственно говоря, присутствует в материале. Это бывший кадровый работник, ну, налоговых органов, работал он в них довольно далеко, ой, господи, довольно давно, и в том числе при Януковиче, уже даже президенте, не только при, ну, а при президенте Януковиче. И вот сейчас его вытащили на налоговую, опять же в налоговую. Вот это вот, ну, самое, наверное, яркое сейчас проявление вот этой вот политики, когда отказывается от новых лиц, отказа боится Зеленский от новых лиц и правительства. И начинают подбирать такие кадры. Очевидно, устали от попыток революций, хотят сейчас не более кризис, сейчас хотят какой-то устойчивости, пусть и, ну, судя по всему, ценой реформы. Я не знаю, осознанно это делается или неосознанно, но это какая-то вот такая консервация, причем с очень, ну, с людьми, которые бы их, ну, условно говоря, для, ну, не хотелось бы видеть в правительстве, поскольку все равно за ними тянется какой-то такой след вот прошлого, да, и насколько они чистят этого прошлого. Так подожди, какая сейчас перед ними задача ставится? Если так упростить ее, сохраните, пожалуйста, все, что можно сохранить. Давайте не будем ничего ломать, никаких реформ затевать, потому что сейчас кризис, это опасно. Давайте хоть что-нибудь попытаемся дотащить до когда, до каких пор, до ближайших выборов? Ну, я думаю, нет, там просто речь идет о том, что вот сейчас кризис, надо как-то, кризис глобальный, как бы, и кризис наполнением бюджета, условно говоря, да, и просто задача, очевидно, ну, скорее всего, вы умели наполнять бюджетно-малоговое, это, как бы, ключевой, один из ключевых, как бы, наполнителей бюджета, да, вы умели собирать деньги раньше, какими-то там методами, ну, вот, значит, очевидно, вы знаете хотя бы процедуры, как это делать, да, ну, в рамках государственной власти, это же не ракет, как бы, ну, он там может быть каким-то образом похож на ракет, но все равно какие-то должны быть, ну, какие-то нормы должны соблюдаться. Вот вы умеете в рамках этих норм там что-то собирать, пожалуйста, соберите сейчас нам. То есть сейчас идет, ну, это, в принципе, кредо, наверное, всего поведения Шмигаля, это такая консервация для того, чтобы придать устойчивости финансовой системе, как бы, некой. Я так понимаю, что не то, чтобы там меняется команда лояльных на команду опытных, а такая сборная собирается, да, прошу прощения за тавтологию, здесь часть опытных, часть лояльных, и вот они теперь вместе должны страну из кризиса выводить. Там, честно говоря, даже трудно сказать, в принципе, насколько были лояльны те, насколько лояльны эти, там как-то все очень сложно. Тут скорее идет такое, как бы, ну, не торг, но какое-то такое обсуждение того, что вот ты можешь такое место занимать при таких-то условиях, вот занимайся, ты как бы будешь согласен. То есть, как бы, это такой, ну, как договор частный, да, то есть, это не то, что вот лояльные или нелояльные, мне кажется, собирают кого могут, и, ну, как-то пытаются из них, что на каких-то там договоренностях, договоренностях, я не говорю, что это какие-то коррупционные договоренности, нет, ну, просто как-то они там оформят отношения, как бы предлагают то-то, а ты, пожалуйста, обеспечь нам это. Ну, как-то вот так. То есть, мне кажется, тут даже уже не столько в лояльности, хотя, конечно, некоторые кадры там подбираются, может быть, ярмаковым по ярмака, и есть другие какие-то тонкости, но в целом, я думаю, реально такой голод там кадровый, он всегда там был изначально, ну, как какая-то, видимо, устойчивость и была там чуть раньше. Так вот, а сейчас ее нету. Такой кадровый голос, что, ну, стараться подбирать уже все, что вот, все, что как-то там лежит. Все, что согласится. Давай прервемся, давай прервемся на короткий перерыв на новости рекламу, а потом вернемся, продолжим разговор уже о конкретных персоналях, да, вот тех самых людях, которые или оказались где-то там на вершинах власти, или, в общем, имеют шансы к ней как можно ближе подобраться. Но это уже после рекламы и новостей. Что ж, мы возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что гостем сегодняшней программы «Мое слово» стал Андрей Смирнов, ответственный редактор журнала НВ. Говорим мы, да так, отталкиваясь вообще от журнальных тем, от главной темы журнала «Свежего номера», вообще обо всем происходящем вокруг нас, в первую очередь, конечно, о политике. Мы обсудили, да, о том, вот в первой части программы поговорили подробно о том, с какими проблемами при подборе, скажем так, персонала сталкивается сейчас высшая государственная власть. Давай по персоналям разберемся. Скажи мне, пожалуйста, вот Михаил Саакашвили, его можно отнести к тем старым, которые пришли с Зеленским в свое время к власти, и вот просто очередь его подошла сейчас занять свое место. Или скорее его можно отнести к тем опытным, ну, в хорошем смысле этого слова, бюрократам, вернее, в нейтральном смысле этого слова, бюрократам, на которых сейчас пытается сделать ставку Зеленский и его окружение? Мне кажется, Саакашвили, это какая-то попытка Зеленского, ну, показать, что все-таки он хочет реформ. Ну, потому что назвать его опытным бюрократом, ну, опытным в украинских условиях бюрократом, я бы не назвал. Назвать его еще там каким-то, ну, человеком. Он, наверное, процедурно готов к тому, что происходит, ну, что могло бы быть в Грузии, но в Украине, мне кажется, он ничего особо не показал, и считать его таким записным бюрократом и старым кадром, наверное, нельзя, хотя формально, да, он уже был во власти чиновника, поэтому формально он вроде как какой-то кадр. Но, опять же, мне кажется, что он просто такая видимость, в какой-то мере видимость, в какое-то время просто попытка показать, что о реформах не забыл Зеленский, и вот он выдвигает этого человека, показательно, что, по сути, как бы, там изначально не было понятно, насколько ему перепадет полномочия, Саакашвили, я имею ввиду реальных полномочий для каких-то дел, а в нынешней позиции, в том, к чему все это привело, скатилось, вернее, до чего докатилась вся эта история Саакашвили, показывает, что, ну, по сути, вообще непонятно, какие у него будут полномочия, такое впечатление, что просто превратится в такой, ну, как, знаете, транспарант, какой-то, я не знаю, плакат. Вот Миша, он отвечает за реформы, вот, и, значит, и страна вся реформируется, а если там какие-то пробуксовки будут, то это вина Миши, а если они будут продолжаться очень долго, то мы Мишу уволим, и все, как бы, ну, то есть, я, может, утрирую, но, по большому счету, это... Может быть, для него, может быть, это расстрельная должность, в смысле, что на него потом свалят все возможные неудачи, связанные с просчетами, не знаю, других представителей власти, с кризисом, с мировым, с последствиями пандемии и так далее? Я не думаю, что... Нет, это все свалят на Шмыгаля, вот это все пройдет, и потом Шмыгаля, мне кажется, премьера, ну, вот, когда, условно говоря, примерно, например, закончится этот год, как-то там, или там где-то будут близко, ну, уже понятно, какая разлезка, наверняка, может быть, это этим всем и прихлопнул Шмыгаля. У Саакашвили такая немножко другая роль, мне кажется, просто он, ну, как такой свадебный генерал, показать, что все-таки мы о реформах не забыли, и при всем консерватизме действий правительства, вот у нас есть специальный человек, который, как бы, этим реформами занимается. Мне кажется, что тонкость просто в том еще, что Зеленский, он тактически мыслит, не стратегически, и просто хорошая идея, вот он, как вот, Марию придумал послать за медоборудованием, там, и прочими медицинскими товарами в Китае, да, и, как бы, в США, там, в Европе увидели, о, такой большой самолет хорошо подходит, ну, и как-то он теперь популярен каким-то образом, именно как средство доставки. Внутри-то это скандал вызвало, теперь выясняется, что там не все так чисто, что, и в итоге, не знаю, шлейф негативный, по-моему, по-моему, я предположу, внутри страны оказался куда сильнее, чем вот красивый образ самого большого в мире самолета, который привозит какие-то грузы для того, чтобы спасти страну от пандемии. Да, может быть, но в любом случае, ну, для внешнего мира это все незначимо, для внешнего мира образ такого большого самолета остается. Я просто, да, немножко даже к другому говорил, я говорю к тому, что вот это как такая тактическая, тактический шаг, да, то есть вот сейчас, о, хорошо, мы пригласим, о, все, что будет дальше вот глобально, и чего мы этим шагом добьемся вот в стратегическом плане, это, мне кажется, видение у Зеленского мира. То же самое с Саакашвили. О, хорошая идея, мы пригласим, что там будет дальше? Ну, условно говоря, как это, как это, был такой принцип... Да, а потом посмотрим. Вот то же самое, да. Или как было у Ильфа Петрова в разговоре с женщинами, Остап предпочитал импровизацию. Вот то же самое. То есть как пойдет. Ну, идея хорошая. Зачем хорошая? А что там дальше будет? Будем по ходу дела решать. Скажи мне, пожалуйста, а есть какое-нибудь хотя бы такое условное представление о том, кто может сменить премьер-министра Шмыгаля, если, ну вот как ты говоришь, скорее всего, ему придется отдуваться за все последствия пандемии, за все последствия коронавируса, снижение, что там, прямо будем говорить, падение экономики и так далее? Даже трудно предположить. Просто дело, если бы у нас была, условно говоря, какая-то коалиция в парламенте, тогда можно, ну, условно говоря, что если бы у Зеленского не было монобольшинства, и там какая-нибудь Тимошенкова прилепилась, можно было бы сказать, что да, следующим примером будет Тимошенко. А как бы, что там сейчас в голову придет, очень трудно прогнозировать. Я даже думаю, если мы, условно говоря, присоединим какого-нибудь Зеленского или Гермака к детектору уже и попробуем их вот напрямую даже спросить, чтобы они не смогли от нас утаить информацию, хотя история современной украинской политики показывает, что там и детектор могут обходить, но неважно. Да, так вот, я думаю, они бы тоже не сказали бы, кто будет следующий. То есть, вот прям настолько, настолько туманны, даже по большому учету, не такие уж и далекие перспективы. Я так понимаю, что это дело нескольких месяцев, когда уже совсем накопится в обществе недовольство, в первую очередь, конечно, экономическим положением, и нужно будет, ну, кого-то все-таки приносить в жертву народному недовольству. Ну, если накопится. Пока что, как бы, оно вроде как катится еще куда-то, эта машина, да, и все равно Зеленский, насколько я помню, по рейтингам все равно в позитиве остается, вот даже по недавним, да, поэтому, ну, как... Он будет действовать, исходя из того, как сложится ситуация. Если там не будет никаких таких откровенных провалов с рейтингом, то он, в принципе, Шмегаля может удержать. Шмегаля может повторить историю этого Гройсмана. То есть, как бы, он подошел. Вот Гройсман подошел, все, когда в голове у Петра Алексеевича закончились все революции, ну, тяги к каким-то большим изменениям, вот был извлечен Гройсман. И Гройсман такой очень бюрократистый чувачок, мужчина, пардон, да, и вот он, как бы, делал там что-то, делал, делал, шевелился в меру каких-то бюрократических ограничений, не делал особых революций, ну, какие-то там, пенсионные реформы что-то проводил, но все равно это было, это такое было, знаете, по ходу дела. А он человек на своем месте был, вот Владимир Гройсман был человек на своем месте, он такой, ну, он выглядит, я прошу прощения, я понимаю, что физиономизм это, ну, в общем, лженаука, но тем не менее, он выглядел как такой типичный чиновник, при этом он умел расположить и умеет расположить людей к себе, то есть он, ну, не держи морды какой-то, а симпатичный, современный европейский чиновник, вполне себе. Ну, я бы не называл его современным европейским чиновником, в том понимании, как в каком мы обычно представляем все европейцев, да, он, скорее, очень такой типичный, но качественно сделанный и человекоориентированный украинский типичный чиновник, да, то есть он, как бы, не Виктор Федорович Янукович, и же с ним, которые, как бы, там, плевали с большой колокольной на все, а он, ну, как бы, понимает, что с людьми надо поговорить, и люди к тебе потянутся, вот, ну, а, при этом, если ты умеешь, как бы, вот это заговаривать народу зубы, то совсем не обязательно тебе делать какие-то реформы, и что-то там, то есть страна может продолжать катиться в каком-то таком, может, не самом лучшем направлении, но сам по себе человек душевный, так скажем, неплохой, поэтому, вот, вот это грозь, ну, то есть, примерно тем же может, в принципе, стать Шмыгаля, вот, судя по всему, Ну, иногда-то создается такое впечатление, что, вот, при всей разнице, антропометрической, там, какой-то там, идеологической и прочее, между Зеленским и Порошенко, они, вот, пока что, Зеленский, вот, ну, Ну, примерно катится в том, ну, то есть, условия внешние меняются, поэтому, как бы, это не путь ровно по той же дороге, но он, как-то, вот, в общем и целом выдерживает тот ритм и то направление, как бы принцип движения, может быть, от его Порошенко, то есть, начало с каких-то революционных... Смотри, смотри, пока мы далеко не ушли, пока мы далеко не ушли, смотри, нашли мы параллели между Шмыгалем и Гройсманом, между Зеленским и Порошенко, А есть кто-нибудь, с кем можно сравнить нового генпрокурора, прошу прощения, Ирину Венедиктову, есть какая-нибудь фигура в недавней украинской политике, которую можно было бы сказать, да, вот, Венедиктова является продолжательницей дела вот этого или вот этой? Не знаю, честно говоря, она пока что не настолько... у нее не было ни времени, ни достаточного, ни, как бы, каких-то дел, в которых она могла, вот, ну, до конца проявиться, чтобы можно было с кем-то сравнить. Мне кажется, что должность генпрокурора, она, в принципе, больше пляшет не от личных качеств человека, а от самой должности, поскольку генпрокуратура, у тебя превратилась в офис генпрокурора, и немножко поменялись соотношения сил, в принципе, в этой сфере, то вот она, как бы, соответственно, и она не такая, как все предшественники, да, потому что, ну... И тем не менее, все равно в руках у этого человека сконцентрировано достаточно большое количество государственной власти, в руках у этого человека есть там печать, при помощи которой можно возбуждать дела, там, не знаю, предположу, положу, не дай бог, конечно, портить жизни кому-то из неугодных политиков, бизнесменов и так далее. Вот Стерненко, например, почему вдруг прокуратура вызверилась на человека, которому... Ну, вот что ему предъявляют? Я не понимаю, что ему предъявляют. Его борьбу с ползучим сепаратизмом, или даже не с ползучим сепаратизмом, его, ну, откровенное неприятие этих вещей, ну, за что его, собственно говоря, третируют? Ну, если я правильно помню, все-таки факт, ну, как мы это не крути, какое-то преступление там был, да? Другое дело, какие-то мотивы. Мне кажется, что это довольно сложная тема, и я не уверен, что вот это все дело развяжется очень просто. Мне кажется, там, ну, как бы, все довольно запутанно, и я не агент-прокурор, и даже не юрист какой-то по уголовному праву. Я, вот, например, на связи, вообще не беру ответственность размышлять о том, кто там прав, кто-то виноват. То же самое, как если бы мы вдруг с тобой сейчас начали говорить про медицинскую реформу. Вот я искренне абсолютно не понимаю, вот наслушався и на протяжении, ну, довольно длительного времени собирая, как бы, информацию, мы писали много. Я все равно до конца, вот теперь, не понимаю, как бы, в чем минусы того, что делала Супрун. Ну, плюсы я понимаю, но, очевидно, есть какие-то минусы, а, возможно, их и нет. Просто для того, чтобы четко с этим разобраться, причем, как бы, все какие-то отрицательные моменты, они могут быть ситуативными, завязаны на какую-то конкретную ситуацию, да, например. То есть, я сейчас не буду опять углубляться, я просто хотел сказать, что есть вещи, в которых, ну, ну, мне кажется, довольно сложно разобраться, ну, людям со стороны. Если мы вот с тобой сейчас начнем заниматься Стерненко или медреформой, ну, лично я бы вот, например, не брал бы на себя ответственность сделать. Я вот возьму сейчас на себя ответственность, прежде чем мы снова уйдем на перерыв, проанонсирую, завтра, в пятницу, программа должна быть, я очень надеюсь, что она выйдет, потому что пока здесь только предварительная договоренность с Борисом Давиденко, главным редактором Лигы нет. И вот первым пунктом, когда мы с ним обсуждали, что мы будем говорить в рамках этой программы, значится как раз медицинская реформа. Поэтому я вот возьму на себя смелость и буду Бориса расспрашивать обо всех тонкостях. Он разбирался, я так понимаю, долго и упорно во всех этих историях, писал несколько текстов, достаточно больших, достаточно въедливых, поэтому мимо нас не проскочит ни одна реформа, и медицинское не исключение. Мы уходим на еще один перерыв рекламы и новости в эфире Радио НВ. Возвращаемся в эфир, возвращаемся к разговору в рамках программы «Майя слова» с моим сегодняшним собеседником, ответственным редактором журнала НВ Андреем Смирновым. Андрей, мы говорим о тех людях, которые находятся рядом с Владимиром Зеленским, которые, вероятно, влияют на принятие им важных политических решений. Ну вот совершенно точно есть человек, который влияет. Андрей Ермак, глава Офиса президента, но он не может не влиять, у него работа такая. Он в последние несколько дней достаточно много и подробно рассказывает о перезапуске переговорного процесса в Минске, рассказывает о том, в частности, как теперь будет строиться этот процесс и так далее. Скажи мне, пожалуйста, среди прочих вещей, которые он уже успел рассказать, значится, например, то, что в октябре, в 25 октября пройдут выборы, как он сказал, он надеется, по всей стране, не исключая при этом и временно оккупированной территории. Как это возможно? Местные выборы, да. Честно, я не представляю, как он проведет местные выборы. И я почти уверен, что если при этом не будет обеспечена процедура, необходимая для того, чтобы это было демократично, и если Украина не возьмет к тому времени под контроль границу с Россией, ту, которая сейчас существует в несколько виртуальном для Украины виде, то, я думаю, ему и вообще, в принципе, никто не даст эти выборы провести, потому что это будет легитимизация непонятно чего вообще. И результат этих выборов можно, ну, это просто можно ничего не проводить, а просто написать, условно говоря, в Кремль Путину и сказать, кого вы там хотите, и он вам напишет, это будет то же самое. То есть, вот, выборы в нынешних условиях... Они же не будут выборами в этой ситуации. Абсолютно. Я понимаю, что это там банальности, но тем не менее, выборы, это же не только прийти и бросить бюллетень в урну, это долгий подготовительный процесс, это агитационная работа, соблюдение массы законов, необходим допуск международных наблюдателей, необходим допуск украинских партий, зарегистрированных в соответствии с украинским законодательством. И не допуск тех, которые не зарегистрированы. Совершенно верно. Необходима работа зарегистрированных, аккредитованных при украинских органах власти медиа. Нельзя допускать туда какие-нибудь там, не знаю, как они там называются, Первый Республиканский, Новороссия-Инфо, они не имеют права, это террористические какие-то рупоры, они не имеют права освещать такие выборы. Ну, то есть, как это возможно? Почему же... Там и не могут находиться при этом представители военных и силовых структур другой страны тоже. Другие государства, да. Естественно, поэтому, ну, если это только не какие-то, я не знаю, международные, я не знаю, миротворцы, и то, что там мандат совсем другой, они не представляют какую-то конкретную страну. Поэтому, ну, мне кажется, это совершенно нереальная история, и я не уверен, что никакие западные партнеры, во-первых, не поддержат ее, ну, потому что это вообще странно будет. И зачем об этом говорить? Ну, может быть, это какой-то, ну, как приманка в какой-то игре, такой с Москвой, но, мне кажется, это такая, это не пробежная приманка, ну, для Украины точно. Даже если это не будет никто осуществлять, на самом деле, все равно, как бы, заявление таких позиций, оно выглядит очень, очень нехорошо для нас всех, ну, для страны. Ну, зачем-то-то такие заявления делаются, зачем-то. Ну, ведь, ну, грубо говоря, не могли же они не просчитать, в какой вал критики обрушится и на Андрея Ермака, и на самого Владимира Зеленского, и вообще на всю вот высшую власть Украины после такого рода заявлений. Они не могли этого не просчитать, они не могли не знать, с какими заявлениями выступят представители партии «Голос», они не могли не знать, с какими там заявлениями выступят представители европейской солидарности, националистических групп и так далее. Ну, то есть, ну, ребята, вы же прекрасно понимаете, что это очень болезненная тема. Вы уже не так давно с разного рода консультативными советами очень сильно на ней обожглись. Зачем вы сейчас начинаете говорить о выборах, при том, что мы живем в условиях там пандемии и карантина, и не очень понятно, как у нас-то на нормальных, свободных, к счастью, спокойных территориях будут эти выборы проходить. Зачем вы придумываете эти истории с временно оккупированными территориями? Ну, знаешь, Юра, мы можем с тобой сейчас попытаться порассуждать на эту тему с точки зрения логики, но если мы не знаем или каких-то вводных, или, ну, которые в данном случае используют Ермак, или если мы очень легко предположим, что там, ну, не особо сильные аналитические способности в этом плане у людей, которые говорят об этом всем деле. То есть, понимаешь, наш разговор получится такой разговор двух политологов, оказывает, он что-то обсуждает себе, да, и как он соотносится с реальностью, непонятно. То же самое здесь. Я даже, ну, я боюсь предположить, вообще, ну, не то, что боюсь, я просто даже не могу понять, вот, в принципе, логику таких вот шагов. То есть, может быть, она есть, я говорю, может, есть какие-то вводные, о которых они не говорят, ну, и логично, в дипломатии не обо всем говорят. Ну, насколько, как бы, можно осягнуть эти вводные нашим хлопским розовым? Не прибедняйся, не прибедняйся, не надо. Да, но в любом случае это выглядит очень странно. И они уже неоднократно, ты правильно сказал, на этом обжигались, все равно что-то предлагают закидывать, потом они начинают оправдываться, исправляться, они даже получили проблемы внутри собственной фракции после действия Ермака. Зачем это все продолжать, я не понимаю. И надеюсь, что они, как бы, может быть, понимают или не понимают, но в скором времени они от этой идеи откажутся, потому что не надо быть даже оппонентом каким-то яростным Зеленского, не надо быть каким-то яростным националистом для того, чтобы понимать, что это неприемлемо и не поддерживать таких шагов. Давай вот о чем поговорим, раз мы уже начали о местных выборах, давай о тех выборах, которые, ну так или иначе они состоятся, местные выборы, не 25-го, так в какую-нибудь другую дату, но тем не менее. Будем исходить из того, что 25 октября пройдут местные выборы, уже всячески муссируется тема с выходом на эти выборы новой политической силы, уже даже задают вопросы, например, мэру Львову Андрею Садовому, присоединится ли он к ней, а ее так называют, ну пока собирательное такое название, партия мэров. Она пока никак не оформлена и существует только там в головах у журналистов, у тех людей, которые обсуждают политику или занимаются политикой. Ну вот, тем не менее, есть очевидная история, есть недовольство большого количества людей действиями власти, которая, будем реально говорить, из лучших побуждений отправила нас всех по домам, для того, чтобы не дать нам заболеть, для того, чтобы не дать распространиться этой болезни еще больше. Люди недовольны, люди многие без работы, люди теряют доходы, и мэры тут же начинают самовольно отменять карантин, как это вот в Черкассах было. В офисе президента говорят, слушайте, вы губите людей, при этом забирайте себе на популистских каких-то, значит, совершенно историях себе голоса. Действительно есть вероятность того, что на отмене карантина, на вот этом вот таком жестком диссидентстве, ковид-диссидентстве, можно построить политическую карьеру сейчас? Еще и целые партии, а не отдельного человека или нескольких людей? Ну, во-первых, насколько я знаю, сейчас неформально в офисе президента решили никак не откликаться на действия Томара Черкасс, поскольку они поняли, что ошиблись, когда сам президент упомянул о его действиях, и тем самым они раскрутили пружину его популяризации, этого человека. То есть они сейчас будут стараться его всячески игнорировать, для того, чтобы не продолжать это. И я так понимаю, что в офисе президенты решили, что это была ошибка, просто сам факт, что они вынесли упоминание о нем на уровень президента. Да, этого не стоило дело, тогда бы это все было проще. А так он собрал под себя некий такой протестный, ну, протестный электорат, так скажем. Не то, что там совсем серьезный, но тем не менее, как бы на уровне, среди тех, кто недоволен Зеленским, как бы он таким стал ситуативным полугероем, что ли. Да, так вот, но это как бы об этом человеке. С идеей партии мэров в свое время носилась команда Днепропетровская, Днепропетровская команда, и, возможно, Корбан до сих пор ей занимается. Это было еще, насколько я помню, перед парламентскими выборами. Пытались консолидировать мэров под себя. Вот, и сейчас, в принципе, вот Филатов, мэр Днепра, относительно недавно, но еще до вот этой всей активности, говорил, что да, мэры консультируются, и у них есть такой сейчас, по его словам, опять же, Филатов, это мэр Днепра, то есть, опять же, эти днепровские ребята, есть такой неформальный выразитель их позиции, это Кличко, который как бы там что-то вот доносит. То есть, ну, какие-то движения есть, но, мне кажется, надо понимать такой момент, что мэры городов, ну, они связаны должностью, ну, идеологически и прочее. Я вот как раз хотел спросить, если мы предположим, что есть какие-то идеологические точки соприкосновения у мэров в Киеве и в Днепре, то представить себе, что Кличко или Филатов начнут дружить с Кернесом или Струхановым, мне, например, очень сложно. Какие у них могут быть такие общие идеологические моменты, которые позволят им сойтись в одной партии? Нет, идеологии тут не может быть, ну, по определению. Да, они, во-первых, многие из них представляют какие-то свои политические проекты. Да, в Украине политический проект это довольно условная вещь. Сегодня есть, завтра попрощался, перешел вновь. Но, тем не менее, все равно какие-то вот ключевые такие засады, да, ключевые положения, позиции все равно у людей присутствуют. И ты верно подметил, что есть люди, которых ты не соединишь, то есть, как бы, условного Кернеса и условного Струханова. С безусловным Струхановым. Да, вот это все соединить в одну, как бы, команду с Садовым, который, кроме всего прочего, имел и собственные президентские амбиции, и собственную партию, это, как бы, ну, анреал. Ну, Кличко тоже, как бы он не выглядел, он таким довольно, как бы, прямолинейным, он все равно тоже имеет какие-то свои идеологические позиции, он имеет свои интересы, он имеет своих соратников, как бы, вот так взять и отдать все это куда-то он явно не сможет. Или только под него. Но если, зачем, ну, то есть, другое, зачем какому-то одному мэру, типа другому мэру, условно говоря, в рамках даже партии, как бы, какой у них, ну, что он из этого получит, как бы, непонятно. И я же говорю, их, вот, главное, что их объединяет, это то, что они все мэры, что они поставлены в условия, когда под карантин у них забрали, ну, у местных бюджетов забрали часть поступлений от крупного бизнеса, они этим недовольны, плюс, как бы, хочется открывать, плюс хочется популярности, а вот бизнес, который приходит к ним, требует открывать места, это же их не электорат, а выбор это, вот, как мы выяснили, вот он есть. Поэтому, вот, на этом, на этом фундаменте возникает некоторая общность интересов. Ну, с точки зрения выборов и каких, ну, и организации какой-то, это все очень этимирно. Ну, да, то есть, если бы они, если бы позиция мэра была пожизненной, условно говоря, да, они бы могли, как бы, там, объединиться. Да, лорд-мэр, бароны такие, да, региональные там, какие-то, бургундия там и прочие вещи, которые там долгое время портили кровь французской короне. Вот то же самое они могли бы организовать, но это не пожизненно. Хотя иногда кажется, что для некоторых пожизненно. Что ж, на этом мы вынуждены заканчивать. Я попробую еще раз на камеру показать, вот так вот выглядит, вот так выглядит обложка свежего номера журнала НВ. Вот сейчас, сейчас экран не гаснет, кстати. Благодарю моего сегодняшнего гостя, ответственный редактор журнала НВ Андрей Смирнов. Андрей, спасибо тебе огромное, спасибо за подробный разговор и спасибо за то, что ты согласился с сегодняшнюю программу вот в экспериментальном еще и видеорежиме со мной записать. Катакомбская такая церковь, из катакомб мы с тобой общаемся. Да, как видишь, как в фильме про терминатора. Если вы меня слышите, вы и есть сопротивление. Так вот и мы с тобой сейчас, как в фильме про терминатора. Давай на этом прощаться. Всем всего доброго. Обязательно берегите себя. Счастливо.